Всем привет! В эфире Этнографика и сегодня мы продолжаем серию выпусков под названием Черноморский фронтир, в которых рассказываем об истории поселков Черноморского побережья Западного Кавказа, а также их черкесской предыстории и истории их самого основания, связанного с обширной миграцией в середине 19 века с разных частей Российской империи. Итак, сегодня наш путник проделался дальше по побережью в сторону Головинки и поговорим сегодня о последнем участке перед рекой Шахе в некоторых поселках между селениями Лоо и Головинка. Итак, сразу же после реки Хобза, о которой мы говорили в прошлом выпуске, мы повстречаем курортный поселок Вардане. Мы уже говорили ранее о Вардане как центре владения царской семьи Романовых, имени вот этих под названием Вардане, от чего она и получила сама эта местность, вся это название, о том, что это название достаточно старинное. Оно происходит от убыхского слова Уардан, которое обозначало конкретную родовую общину рода Уорда. До исхода убыхов окрестности Вардана назывались областью Хизе, наиболее густонаселенной и наиболее богатой пашнями, садами, виноградниками, тутовыми деревьями. Конкретно на месте современного поселка Вардане располагался аул Буап на 200 дворов, как это известно из определенных источников 1830-40-х годов, и связано это название с речкой Буу, которая в том числе также называлась Буап в прошлом. Но в данном случае Буап скорее звучит с перевода как «Устья реки Буу». Так часто называли аулы и сегодня называют, например, у Эдгей есть аул Афипсип, который дословно переводится как «Устья реки Афипс». Название речки Буу связано, возможно, с абазинским родом Бу или Буа, либо черкесской фамилией Боус. Это, если мы говорим об версиях, происходящих из местных автохтонных языков, поскольку абазины, в общем-то, и жили в родном Средневековье, в этих районах. Может быть, это и то, и другое, то есть, честно-семи смешанные, поэтому мы можем предположить, что это было просто разные названия одного и того же рода. Богатство этого двора и аула, то есть, и то, что от него осталось после Кавказской войны, вот эти руины, но с богатыми пашнями и садами, очень быстро привлекли внимание агрономов, за ними царской семьи, и, конечно, такой лакомый участок царская семья предпочла забрать себе. Поэтому уже с первой годы после войны, особенно с 1872 года официально полностью, эти территории отошли к царским владениям царской семьи под названием Вардане. Простирались они от Шахе до Додогамыса, а позже от Лоо до Якорной Щели. Постоянных поселенцев каких-то не было, в основном амшинские армяне там нанимались на работу, а постоянными жителями стали те, кто получил эти земли, свои владения. Уже после прихода советской власти это были, в первую очередь, эстонские семьи, которые переселились сюда в 1884 году из соседнего селения Эстиллоу, а также бывшие работники имения амшинские армяне из Османской империи, переселившиеся тоже в 1870-80-е годы, работавшие в этих имениях, ну и русские семьи, конечно. Чуть выше по реке от селения Вардане находятся два поселка Нижняя и Верхняя Булу, которые названы также по названию реки. И больше их часть населения составляют по сей день амшинские армяне, вот те самые выходцы из этих владений царской семьи, которые были работниками наемными на этих территориях и просто получили землю в советское время в свое пользование. Далее к западу расположилось селение с забавным названием Детляшка или Детляшка, в общем, что-то такое детское, смешное. История у него, в общем-то, похожая, как и с Верхним и Нижним Булу, там тоже составляют амшинские армяне сегодня большинство населения. Возможно, название этого забавного поселка относится к черкесскому Детляшу, которое в какой-то из версий, переводится как урочище некоторыми краеведами, в общем, сложный вопрос, но других версий нет. И такая же история с Берандой или селением Нижняя Беранда на одноименной реке. Так, ну да, похожая, как уже сказала, история. И единственное, что с названием здесь еще сложнее. Выводят ее от черкесского Бердейли-Бирдж, но очень натянута. Так что больше вопросов, чем ответов вокруг топонимики этих поселений. Последним поселком перед рекой Шахе нам повстречается якорная щель на реке Хаджипсе. Эта речка раньше известна была как Ходжиепсе или Хажи, что переводили то, как вода Хаджи, то ли от названия рода Хажи, который тоже присутствовал в те годы на побережье. В 1895 году водолазы вытащили на берегу этого селения старинный якорь 1779 года производства, который был потерян в те далекие годы корветом Пендереклия. Из-за этого этот поселок получил название якорной щели. Впрочем, как и местная река Хаджиепс, правда, позже ей вернули свое исконное название местное. С 1884 года здесь жили также армшенские и армянские работники, которые образовали отдельный поселок якорной щели Хаджиевск в первое время. Это в 1912 году было. Но потом якорь отсюда перевезли в Сочи. Сейчас он стоит на постаменте якори Пушка, посвященном победе в русско-турецкой войне 1827-1828 годов. После революции появилось вверх по реке еще и селение Верхняя якорная щель, тоже армянская, потому что места маловато было, и они расселялись выше по реке. И это селение даже в какое-то время входило в Шапсувский национальный район. Это примерно с 1904 по 1945 годы. Останавливаемся теперь в устье реки Шахе, поселении Головинка, очень важном для нашей истории. Головинка сегодня раскинулась по обеим сторонам устья реки Шахе и далее на запад, включая речки Асакай, Матросскую щель и Глубокую щель. Матросская щель называлась еще во времена Кавказской войны словом Кодес или Кодеш. До 1864 года здесь проживало богатое обыхо-шапсувское общество, в котором ключевыми родами были Аткевья, Мугу и Берзеки. Общество это в совокупности инсувалось Субаш, и в таком виде ее застал еще турецкий путешественник Евгия Челебифт в 1641 году, который тоже фиксировал это название Субаши. Поэтому долину иногда называли Долиной Субаши. Именно такое название вы можете встретить на картине Айвазовского «Десант в Субаши», которая посвящена событиям высадки десанта российских войск 1839 года на территории современной Матросской щели. Сам Айвазовский был свидетелем этих событий. В то время в Матросской щели находилась священная роща местных обществ, почему ее называлось Кодес. Кодес или Кодеш – это такое маркерное слово, о котором обозначались священные места, где были священные деревья, где проходили различные ритуалы, общественные собрания. По сей день сохраняется в таких местах обряды вызова дождя. Ну, уже, конечно, не в рощах хоть. Самая роща погибла не столько от десанта, сколько при постройке форта Головинского, когда вокруг него вырубили все эти леса, чтобы освободить пространство для обороны форта, для пристреливаемости. Форт был назван Головинским в честь командира отдельного кавказского корпуса генераля Евгения Головина, который на тот момент был в действующей армии. Этот форт был оставлен российскими войсками в 1854 году, во время Крымской войны более уже не восстанавливался. На его руинах уже после Кавказской войны возник пост Головинский. Это 1864 год. И от этого форта осталась часть небольших руин, которые сегодня находятся в фундаментах окружающих зданий, и большое тюльпановое дерево, которое сейчас как туристический объект, как священный объект для местных жителей коренных, и которое по одной из легенд якобы посадил генерал Раевский-младший, командовавший тогда этим десантом, участком Черноморско-береговой линии, якобы перевел основных своих именей в Крыму. Хотя последние данные, последние колец этого дерева, говорят о том, что дерево намного старше этих событий, и возможно просто относилось к завезенным таким, не местным, но завезенным из Турции сортам деревьев в местных общинах, богатых, прибрежных, черкесских и убыкских. Постепенно вокруг форта Головинского начал разрастаться поселок. Сюда привели линию Индотелеграфа. Здесь построил дачу Уильям Шмидт, адмирал российский немецкого происхождения. В 1903 году приморские территории отдали под Головинскую казенную дачу и постепенно стали продавать. Вот долгичная история произошла и в Матросской щели. А постепенно к 1912 году владельцем большинства этих выкупленных участков стал статский советник Михаил Перепелицын, который запланировал построить здесь огромный город сад под названием курорт Леран. Был даже оформлен такой невероятно красочный макет, такая схема такая, план этого курорта на огромной территории в Головинке вокруг нее. Само название Леран происходит от латинского наименования тюльпанового дерева ботанического. Война не позволила реализоваться этому проекту, он заглох. И в те же годы у устья Матросской щели поселились казаки-некрасовцы, которые вышли из Умэнии, из румынской Дабруджи. Но в 1919 году большая часть из них ушла на Дон. К 1930 году только к ним присоединились, к части русских семей, к ним оставшимся, присоединились их родственники из Бабукова аула, о котором мы уже говорили в прошлом выпуске. Сам поселок их назывался, на этом месте назывался Игнатьевка. В 1926 году при советской власти все поселки окружающие слили в один под названием Новый Шапсук. Он образовался в результате массового переселения части адыгов, черкесов из жителей аула Большой Кичмай в Туапсинском районе, из Хаджико и частью из территории современной Адыгеи. И все эти семьи массово нахлынули в 1926-1930 годах в головинку. К 1929 году черкесское население этого поселка стало подавляющим, из-за чего стали называть его даже словом «Шахаб», то есть дословно примерно как «Усть реки Шахэ». И в этом поселке этот поселок даже получил статус аула, особенно когда был включен в территории Шапсукского национального района. Власти не хотели образования таких крупных именно черкесских селений на побережье, и начали довольно такую активную кампанию по переселению в окружающий Шахэ или Новый Шапсук территорией русским и украинским населением, то есть строились колхозы и сюда перевозились переселенцы. Возникли поселок Нижний Шахэ, Шахэ, Ахин там, вот на въезде Большой Кичмай. И постепенно вот после ликвидации Шапсукского национального района к 1950-м годам черкесское население вновь стало недоминирующим. Примерно и на сегодняшний день оно составляет примерно 30-40% Головинки. Итак, в 1954 году все территории объединили в единый большой поселок Шахэ, уже и русские, и украинские вот эти поселки. А с 1961 года вернули название «Старая Головинка», но уже не поселку, а микрорайону с Большого Сочи. То есть Головинка просто была включена в городскую территорию Большого Сочи, стала его микрорайоном, который остается по сей день. На этом на все. В следующем выпуске мы отправимся выше в долину Шахэ, поговорим о баулах Большой и Малой Кичмай, об их особенностях, прежде чем отправиться дальше на северо-запад в сторону Туапсе. Благодарю всех за просмотр этого видео. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на этом канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Буду рад вашей поддержке канала в качестве спонсора на Патреоне или здесь прямо на Ютуб. Подробнее читайте об этом внизу по ссылочкам под этим видео в описании. Ну и на этом все. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова